Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии портала История Казахстана Гизат Табулдин. Здравствуйте, Гизат! Добрый день! Вы автор многих карт, атласа, можно сказать, по истории культурного, исторического ландшафта Республики Казахстан. Насколько мне известно, сегодня на вашем счету уже около 10 карт. Расскажите, пожалуйста, как они появились, как вы пришли к идее создания таких карт и что послужило импульсом к этому? Спасибо за приглашение, Арман. Действительно, что касается историко-культурного ландшафта Великой Степи, собственно, ареала проживания государства, образующего этносы казахов, это, собственно, вся территория. И вся территория в целом, она так или иначе относилась к Улу-Суджучи, если мы будем брать средневековую, наиболее интересную часть исторического составляющего прошлого казахской государственности и истории. Оттуда идут корни и родоплеменных объединений, и, собственно, формирование ядра казахской государственности. Что касается картографии, которую вы отметили, топографический карт в 1845 году, по указу императора Николая I была создана группа топографическая на базе Омского военно-топографического гарнизона. Указ вошел в силу в 1845 году, но в связи с тем, что территория Казахстана, того времени Киргизско-Аксадской Орды, велась национально-освободительное движение во главе с Кинесарайханом, и, таким образом, несколько было перенесено на 1846 год. Отряд был по численности очень значительный, каждый отряд был укомплектован из 24-25 человек, таких отрядов было 25. Это получается свыше 1000 человек, порядка 1200 человек были готовы двинуться, исследовать всю топографию, географию, все аэрографические единицы на территории, собственно, Киргизско-Аксадской степи. Получается, что Российская империя целенаправленно подготовила такую масштабную работу по картографированию всех новых земель, которые должны войти в ее состав. Однозначно. И здесь одна огромная группа, основное ядро этой группы было локализовано в городе Омске, вторая в Оренбурге. И вот эти два больших отряда, они веерно двигались, у них были все топографические инструменты, были мензулы, были кипрегели и различные другие инструменты, для того, чтобы ввести топографические съемки не только всего Казахстана, но и Средней Азии. Они дошли до Афганистана, по сути дела. Ну, туда насколько распространялось влияние Российской империи на тот момент. Да, это, по сути дела, как раз тот момент, когда Российская империя активизировала свои военные политические влияния на Великую степь. Ну, что хотел бы, я хотел бы, что здесь таким образом отметить, то, что те материалы, которые сделали военные топографы, надо их поблагодарить. Они оставили такую, во-первых, они себя вели мирно, никаких военных действий они не проводили, они были маловооружены, только охрана, собственно, вот этих топографов. Топографы – это гражданские люди, которые умели вести съемку. Съемки были азимутальные, глазомерные, различные способы. И таким образом они по территории Казахстана сделали порядка более 200 листов десятиверстных. В одной версте 1 километр 67 метров. 66-67 метров. И когда они проводили эти съемки, естественно, когда камеральные работы, то есть тот материал, который они заснимали, реки, курганы, протоки, могильники. В вечернее время они сидели с нашими Атабабалар и спрашивали, это чей могильник, это чё за река, это что за урочище, это что за протока. И наши предки, славные предки делились с этой информацией, и военные топографы записывали, они отмечали. И фиксировали, да, каждый могильник, каждый мавзолей. И вот такими, в данном случае, вот эта карта состоит из порядка 30 топографических карт. Вы видите, что они линия сшива. Это вот одна группа работала, единообразная, видите. Ну, визуально видно границы каждой карты. А вот методика ее окрашивания, отмечания, отметки орографические и ряд других, они отмечаются. Но в целом, все, что здесь есть отмечено, это уникальные сведения. Вот самая большая Карагандинская область, это здесь вот эпицентр формирования казахской государственности. Мы будем отдельно несколько на этом вопросе останавливаться. И вот, что мы видим на этих картах. Когда мы отдельно начали исследовать, в данном случае Карагандинскую область, мы сначала сделали Акмольевскую область, потом перешли на другие власти. Но в связи с тем, что в этом году отмечается 750 образование Улу-Саджучи, и вашему вниманию я хотел бы, Арман, показать те объекты, которые были найдены с помощью вот этих вот исследований. И которые имеют непосредственное отношение к этой юбилейной дате, к Золотой Орде. Да, непосредственно. Итак, внимательно слушаем. Это одно из таких вот мест, это Тенгиз-Курганжинская впадина. Это гряда целых блюдцеобразных озер, последниковых, которые образовались порядка 10-12 тысяч лет тому назад. И на вот этом кормящем ландшафте, едином, было отмечено место погребения Кирея, одного из основателей, и Джанебека. Джанебек был обнаружен охотниками, потом материалы передали в Яну, и уже Морал Хабдулина занималась. По сути дела, когда мы анализировали эту карту, по локализации совпалось то, что они давали координаты, и по-моему, они совпались. Это речь идет об одном и том же погребении. Это Джанебек, это на берегу озера Джанебек-Шалкар, и вот Кирей. Мы говорим сейчас об основателях казахского ханства? Да. Очень интересно. Да, и что касается вот этих вот двух объектов, они находились в одном кормящем ландшафте. Расстояние полтора дня конных проходов приблизительно. Мы на этом месте были. А сколько вот это вот в километрах, полтора дня конного прохода? Порядка 90-100 километров. Здесь и по масштабу можно свободно это определить. Это вот одна из таких центральных. То есть это такая животрепещущая информация, потому что нужно любое государство должно знать историческое прошлое, именно основание эпохи образования исторического, пост-ордынского периода. Следующие моменты. Это на этих картах обозначено место погребения, указано Джучихана. Ну, мы это все, это прекрасная информация известна, но хотелось бы еще отметить, здесь современники Джучихана. Это Болана, это женщина, которая жила в эпоху улуса правления джучидов, ранних джучидов. Болана. Болана, да. Сейчас по ней национальный музей ведет определенную работу. Здесь она показана, она известна на других картах, здесь она вот указана. Здесь, с чем она еще интересна, вот этот Улутавский регион, нами обнаружен Камырхан, но когда я уже разговаривал со специалистом по золотой ордене, сказали, он известен. Но здесь вот как раз написано место локализации. Очень хорошо. Мы были на этом участке, но мы посещали как поселение Ая-Камыр. Это разные несколько вещей. Потом я посмотрел другую сопутствующую литературу, оказывается, он отмечается, а вот место погребения неизвестно. Но здесь он отмечен, Камырхан. Следующие такие объекты... То есть это отметили русские офицеры-картографы, да? Да, 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 да. Именно военные топографы во второй половине 19 века. Следующие такие наиболее интересные... Вообще весь ландшафт исторический Великой Сепи, он в любом случае всегда интересен. Но мы, которые не вошли в научный оборот, Арман, я хотел бы отметить, это места... Вот четыре объекта, которые нам известны на этих картах, это военные укрепления. Вот на одном из них, вот в этом районе, обознак 1835 год, военное укрепление, чье, кто ее соорудил, кто ее видел. В научной среде, ни среди историков, ни других специалистов, я не нашел ничего, кроме как на карте обозначить, что это военное укрепление. Без названия. Нет, там и написано, 1835 год, военная крепость, все, больше ничего, это 1935 год, кто ее построил, неизвестно. Следующий момент, это вот таких вот объектов, четыре, разваленные старые крепости. Что такое разваленные старые крепости для туристического класса, для тура индустрии, это турпродукт. Вот о чем идет разговор. Ну, надо знать, наверное, что предлагать как турпродукт. Я согласен с этим, надо специально организовывать Министерство туризма специальную служебную, государственную инвентаризацию вот этих объектов. Нужна инвентаризация, локализация, указать, что на собой происходит, каталог сделать. Это когда к нам и приедут, тогда к нам и приедут. То есть данный объект до сих пор не входит в список и перечень охраняемых государством объектов исторических. Она только вошла, входит в научный оборот. Да, вы что ли. И таких вот четыре объекта. Возможно, Ташкентская крепость, вот здесь, разваленные Ташкентские крепости, как раз вот Кингирка и Сарысу. Здесь она обозначена разваленные Ташкентские крепости. Здесь мы видим разваленные крепостей. Вот в этих объектах мы тоже видим, таких вот мы насчитали четыре, это по Карагандинской области. Ну, естественно, следы батальных сцен это Калмак-Кралган. Здесь порядка трех-четырех объектов они обозначены. Ну, один известный есть, мы были на этом объекте. И вот следующий момент, на который хотел бы обратить Арман вас и зрителей о том, что на территории в Среднем Течении Ишиме нами было обнаружено целое городище агломерации гунтской эпохи. Для того, чтобы убедиться, мы пригласили... То есть это раннее Средневековье, да? Да, я почему просто отмечен, вот в чем смысл. На карте Акмолинской области, на карте Кустанайской области, вот Тургайское плато, Среднее Течение Ишима, целая гряда гунтских поселений. Поехал туда всемирно известный археолог Самашев Зимула, Самашевич, и он уделил время, и мы поехали ознакомиться. Там он нашел цисту, нашли другие следы. Ну, из тех, что мы с местными краеведами беседовали, и когда они делали съемки на видеокамеру, там с помощью квадрокопта, оказалось целое городище. И вот такая агломерация гунтской эпохи, 60-70 километров. Эту территорию посещает обычно Венгрия. Тургайское плато... У них особое отношение к гунтам, да, они же считают себя их потомками. Ну, наверное, не безосновательно. Да, вот это, пожалуйста, это тоже новая страница для приглашения туристов. Вот это уже надо каталогизировать, надо же показать вот эти объекты. Восточная Европа рванется, да? Да, да, да. Я так думаю, когда мы покажем, потому что мы, ну, просто жители находили экспонаты, потом эти экспонаты находятся в Национальном музее, и в Военный музей мы сдали, подарили. С помощью мецената, это Марат Астенович Набиев оплатил круглую сумму. Эти экспонаты были подарены в фонд Военно-исторического музея. Я почему на это внимание обращаю, потому что эта карта, вот эти вот карты, которые 10 единиц мы сделали, они носят такую информационную трансгрессию, показывающую нашу подлинную государственную ландшафтную карту. Ну, мне кажется, что карта является именно тем, настоящим источником, да, аргументом, фактом, подтверждающим наши исторические притязания. Пусть и, допустим, государственность, как говорил Ельбасы, ну, что он обычно называет, надо осмотреть даже не с 1465 года, почему вы не смотрите глубже. Вот. И действительно, она уходит корнями глубоко в историю, гораздо глубже. Вот даже упоминаемые вами гунские поселения, этому подтверждение очень хорошо. Спасибо. Я хотел бы в следующий момент ответить, какие же существуют орографические уникальные объекты. На этих картах, вот в этом месте, в среднем течении Сарысу, мы обнаружили подземную протоку 2 мили. Что такое подземная протока? Подземная протока, значит, здесь русло реки промыло какие-то породы гидротермальные, которые промыло. И мы это только сейчас рассуждаем. Мы этот объект не видели вживую, не исследовали. Но для любого туриста, для любого корпорации туристической, она будет как объект турпродукта. То есть там можно увидеть что-то... Это формирование каньона. По своей сути, формирование каньона. Вот он, этот объект. Здесь он находится. В среднем течении Сарысу. И мало кто об этом знает? Никто не знает. Никто не знает. Сегодня вы просто делаете открытие. Да, однозначно. Ну, это коллектив целый работает со мной, который занимается именно топографией, картографией. Следующие моменты. На этих картах обозначены те исторические личные, которые неизвестны. Вот на территории Павлодарской области это Амирхан. Потом я обращался к специалистам по Золотой Орде. Они тоже никакого ответа мне не дали. Бывают случаи, когда делают экспедицию. Это в назидание. Просто предложение. Когда делается экспедиция, сначала исследуются картографические сведения. А я знаю, что один из университетов сделали экспедицию, дали там 3-4 миллиона. Они проездили, искали ставку Аблайхана, настоящую ставку, военно-стратегическую ставку. Протяженность была значительная. И они не нашли ничего. Но мы, когда дошло до меня это сведение, я начал исследовать и искать по картам. И нашел ее. Она по-русски написана. По-русски написана. Ставка Аблайхана. Ну, приблизительно так, закодирована. Ханская. Ханская ставка. Просто, нет, просто Александрский поселок. Ханская. Потом профессор Кабулгинов в своих трудах отмечает о том, что это сопутствующая друг другу дополняющая информация. На одной из конференций, на презентации своих книг, он говорит о том, что это регион, Щучинская-Боровская зона от поселка Кенесары. Там описывается такое сведение по Александровской. Значит, от Кочетава, от Синегория, 26-27, 22 версты находится ставка Аблайхана. А это как раз совпадает с той местностью, где указана карта. Там написано Александровская, скобка Ханская, озеро Ханское. То есть, это была военно-стратегическая, военно-полевая ставка. Постоянная ставка. Это вот не тот туристический объект, который посещают туристы? Или это другое место? Ну, что касается туризма, туристический бизнес имеет право на мифологизацию и так далее. Мы сейчас говорим о исторической части, географической части. Непосредственно этот объект находится вот именно поселок Александровская, сейчас называется Кенесары. Вот на территории этого поселка, я лично ездил, можно найти фундамент, по сути, этого дома и сделать реконструкцию. И таким образом сделать один из исторических, восстановить, реконструировать этот штаб, этот стан нашего великого правителя Аблайхана. Ну, какие вот еще, какие вопросы? Ну, меня больше всего все-таки интересует, как вы пришли к этому проекту. Вот, наверное, толчком к этому стала программа, инициированная Ельбасы. Да, только с этим не согласится Арман, совершенно верно. Если я последние 20-25 лет занимался имперской и постимперской династией чингизидов, касающейся правящей династии с эпохи XIII века до XIX, потом были изданы очень много научных работ, статей, монографии. Одну из них я в 2013 году презентовал в Сорбоне. Что касается непосредственно, конечно, надо здесь поблагодарить наше правительство, наше государство, в плане того, что вот как раз вот эта государственная программа «Рухани Жангру», ну, сакральная карта, она мотивировала, мотивировала в части заняться непосредственно своей профессиональной деятельностью. Так как я географ, и таким образом были приобретены топографические карты в городе Алма-Ате, в Петропавловске, Москва, Омск, Новосибирск, Улан-Батор. И таким вот образом у нас очень большая база, порядка двух тысяч карт. Огромная база. Да, картотека у нас очень большая, обращается очень много людей. И таким образом мы откликнулись на призыв по «Рухани Жангру» в этой программе. И таким образом вот такой вот результат научной деятельности. То есть она систематизирована, она упорядочена. И таким вот образом мы 10 карт сделали, Арман. Это результат вашей четырехлетней деятельности, да? Программа была запущена в апреле 2017 года. И мы как раз вот приближаемся к ее четырехлетию. Да, я с вами согласен. И надо поблагодарить, кто создавал эту программу. Она очень-очень полезна. Приезжают жители из Карагандинской области, североказахстанской, со всего Казахстана обращаются. Они ищут могильники, места погремения своих великих предков. Я приведу пример. Значит, мой меценат Марат Аскенович Набиев, он нашел на этих картах место погребения всем известного в истории, казахской истории. Это Сагная. Это человек, который... И он был отмечен. На карте? Да, он отмечен на... И это личность в художественной литературе, в художественной просьбе отмечен. И это личность легендарная, известная. И он сейчас установил, года два тому назад, стелу высотой 6 метров. И сейчас она украшает. Это одно из сакральных мест Акмолинской области. Замечательно. Так, и здесь я хотел бы привести пример не только нашей соотечественники, но и с России, с Омской области приезжают, с Монголии наши переселившиеся... То есть тянутся к своим историческим корням, да? Да, и из Китая наши соотечественники ищут своих исторических и находят. И находят, и находят. Вот пока вот... Ну, вот вы говорите о вашей базе карт, более 2000 карт. Они все относятся к XIX веку? Или есть более древние, более поздние, ранние карты? Это все коллекции. Есть раннего средневековая, ранние средневековые, но они называются картами. Это вообще схемы, точнее. Это рассказы миссионеров, путешественников. И таким образом составляли, зарисовывали с художниками определенные объекты, которые интересовали путешественников, караванщиков. Европейских. Да, европейских. Ну, и арабо-персидских, надо признать. Ну, по древним картам, допустим, там обозначается Казахская Орда, там и так далее. Это нормальное явление до того времени. А что касается наиболее ценной, все-таки это десятиверсные карты Омского военно-топографического гарнизона. Они как раз отмечают орографию топонимовую, гидронимовую, исконно казахскую. То есть они сделали огромную работу. Кстати, у них была годовая зарплата 600 серебряников. Это немало, да, по тем временам? Да, это было значительно, потому что условия были очень тяжелые, они пешком это шли. Был гужевой транспорт, но в целом они все это делали с пешком и с помощью гужевого транспорта. А сколько у них времени ушло на составление этих карт? Вот они сдвинулись в 1846 году, видать, были и ротации, потому что последняя экспедиция была на начало Первой мировой войны. Ох, около 50 лет, да? Но потом они были распечатаны ранными советами, после революции уже готовые были клише, они печатали. В 20-е, 23-е, 27-е годах, вот последние, это ранние советы. Теперь я хотел бы вот что еще отметить. Дело в том, что мы по этой карте, вот Акимат Акмолевской области, сделали великолепную экспедицию. Аблайхан, Каражол, Даражол, а вообще в науке называется Ханская дорога. От Петропавловска до Сузака, порядка 1700 километров. На этой карте, кстати, она обозначена. Действительно, да? Есть, да. Ты смотри. Когда мы работали с туркистанским, я лично работал с туркистанским сборником, по материалам Левшина, по материалам профессора Абуева, к сожалению, ушедшего, рано ушедшим. И, глядя на эти материалы, на моих картах, здесь вот в среднем течении, в нижнем течении, с рисунок, по их описанию, на картах обозначены четыре пирамиды высотой до 180 метров. Ну, мы были, смотрели, видели курганы. Мы были на этом участке во время экспедиции Аблайхан, Даражол, и отметили для себя курганы. Ну, по-видимому, путешественники того времени, то есть это военные курганы, приняли за пирамиды. Ну, рукотворные, наверное. Да, все-таки это были садские курна на огромных размерах, но со временем они, геометрия у них поменялась, она была более пологая. Вот такие вот объекты. Интересно. Я хотел бы еще раз отметить, вот повернуться к караванным путям. Караванные пути на этих картах, они называются колесными дорогами. Вот эти вот объекты... Интересное определение. Да, они так и идут. Колесная дорога, то есть вот эта арба, караваны двигались. Они двигались от Тараза, от Сузака, через Бет-Пагдалу, через Тангиз-Кургаджинскую впадину, на Челябинск, на Омск, на Новосибирск. Это были не простые караваны, а мануфактурные. Одним словом, говоря современным языком, это были караваны тысячи мелочей. Какие же еще объекты интересны для современников, для науки, для краеведов, для историков? Это кочевая знать, погребение кочевой знати. Кто такая кочевая знать? Это батыры, это бии, это султаны и ханы. Вот мы как-то уже вначале говорили, отмечали о том, что очень много батыров. Мы, если брать Карагандинскую область, так и пишется. Ногай батыр, кара батыр, мамай батыр и так далее. Вот эти вот моменты, они должны каталогизировать, нужны вот эти вот вещи. Это для внутреннего туризма, ностальгического туризма, генеалогического туризма. То есть по местам, где отмечена кочевая элита, и как раз можно определить погребение, которое мы имеем на сегодняшний день. Вот в Северо-Казахстанской области нашли монгольские казахи, там китайские казахи, своих предков, и они ее облагораживают. И таким образом идет систематизация, и определенная эстетическая ландшафт более эстетично выглядит. Если они строят памятники, там стелы, все возможно, это есть элементы и такого этической нормы. Ну, возможно. Да, это, наверное, как бы интересно будет и для локализации маршрутов кочевий родов. То есть по месту захоронения можно будет определить и место их пастбищ, где они располагались, где они останавливались. Очень интересно, очень интересно. Ну, здесь, что касается для... Я хотел бы следующий момент отметить. Это работа в вертикале исполнительной власти. У них есть аномастические комиссии. И бывают споры. Вот на ученом совете в Качатеве мы у проректора по науке провели небольшой ученый совет. И когда они посмотрели мою карту, споры у них закончились. Название реки они трактуют по-разному. А на карте написано. Вот так и звучит. И все. Скорые закончились. И это точка над «и». То бишь, таким образом наши великие предки передали через топографов ту информацию, как они называются, те или иные урочища. Кому они нужны? Аномастическая комиссия, райисполкома, аульсовета и так далее, и так далее. По всей вертикали всех аномастических комиссий. Я участвовал в некоторых спорных вопросах, показывал карты и заканчивались все вот эти дискуссии. Прекрасно, прекрасно. Теперь, что касается... Вопросы еще какие? Мне вот такой вопрос интересует. Как дальше будет продолжаться ваша работа с картами? Что будет какой-то конечной целью вашего проекта? Да, действительно, интересный вопрос. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда мы завершили работу по обработке Акмолинской области. Сейчас мы работаем над атласом историко-культурной туристской карты Акмолинской области. Есть интересы туроператоров, частных лиц, заинтересованных различных, которые интересуются. И мы, чтобы удовлетворить их любопытство, работаем над этим содержательной частью, составлением атласа. Атлас, она систематизирует все вот эти картографические объекты. То есть дает определение, название, местонахождение, расстояние, то есть геолокацию. Унифицирует, да? Унифицирует, да. Разметку. В конечном итоге, я думаю, это вообще работа Министерства туризма. Там сейчас очень хороший такой деловой вице-министр Абдрахимов Габидулай, если я не ошибаюсь. Вот он попросил для того, чтобы обратился к специалистам создать инновационную такую ландшафтную, не хуже, чем европейские пирамиды, колизеи и так далее. Так я вот хотел бы в завершение сказать о том, что Великая Степь, ареал кочевых империй, по своей сути, следы оставила не ниже, чем Эйфелева башня, историческое значение. Наша история, историческая составляющая, тот исторический ландшафт за счет вот этих вот карт, она утяжелилась. И она стала более-менее фактологической. Если мы на них находим Женебея, Кокерея, различных Батыров, Бии, множество объектов орографических, даже эти водные протоки, которые надо исследовать, как вы правильно отметили, их нужно унифицировать. Таким образом, придать целостность ареала Великой Степи. Тогда она и будет называться объективно Великой Степи, будет объективно называться, объективно будет интересоваться европейцами. Те в Венгрии приедут, приедут и французы. Я сейчас вот заканчиваю по французам. Дело в том, что французское правительство имеет здесь аккредитацию по науке, по туризму, по культуре. Сотрудница, которая тоже знает об этих картах, они хотят сделать месторонную экспедицию по следам Бенедикта Поляка. Это с территории побережья Атлантики, Франции. Он был миссионер. Миссионер с Марка Пола, они двигались в Золотую Орду и дошли до Каракарума. И были на приеме, да? Да, да. Очень интересно, замечательно. Вы не упомянули, по-моему, один момент. Недавно на презентации работы Буркпе Айагана, посвященной истории Золотой Орды, вы выступили с докладом, да? Да, да. Расскажите немножко об этом. Ну, во-первых, институт истории, замдиректоры, собственно, директор Новый, они и в целом исторический институт, история государства, она интересуется нашими исследованиями. И, соответственно, приглашают на эти свои конференции для того, чтобы мы сделали как-то небольшой информационный доклад тех или иных объектов. В данном случае Улуз-Джучи, как мы ранее отмечали, 750-летие целого средневекового государства, постимперского государства, которое локализовано на большей части современного Казахстана. Ну, в трудах самого Буркпе Айагана прекрасно прошла презентация, и та курс лекций, который он отметил, имеет интерес большой со стороны студентов, ученых, смежных дисциплин. И, таким образом, здесь есть те моменты, которые за счет информационного поля топографии, картографии, здесь информационное взаимопроникновение идет. Несомненно. Это будет... Большой ошибкой. Большой ошибкой. Я спасибо большое Арманту, что пригласил на эту презентацию, для того, чтобы поделиться теми новинками. Я хотел бы поблагодарить своих руководителей. Это академика Кумекова Булата Ишмухаметовича, Баркутбая Айагана и ряд других ученых, которые так или иначе принимали участие, консультировали, подсказывали. Максат Альпаспес подсказывал, рецензировал ряд работ. Ну, наша задача – донести. Ведь вот эти топографические карты, они носят источниковедческий характер. Они могут выглядеть непрезентабельно, но информационно, источниковедчески это очень-очень сильно меняет наше представление о позднем Средневековье Великой Степи. Но я еще раз хотел бы отметить, что наша территория – это территория была кочевых империй – отцахских, гуннских, тюркских и так далее, касающихся и заканчивающихся улусом джучи. Большое спасибо. Ну, мы с вами не прощаемся, и на этом мы не заканчиваем. Десять карт – это десять новых историй. Я думаю, будут еще карты, поэтому, дорогие друзья, это, скорее всего, наша встреча перерастет в цикл встреч по истории нашей страны, каждой из отдельных областей, которые богаты. И вот мы сегодня увидели, насколько невозможно богаты они памятниками, могильниками, захоронениями, погребениями, речками, проемами, поймами и так далее. Это вот то, что мы, можно сказать, потеряли за последние десятилетия. Несомненно, в советский период был нанесен огромный урон нашей истории, нашей культуре. Ученые, историки об этом неоднократно говорят. Но, буквально, обратившись к картам, которые имеют 150-летний период, срок, мы можем вот так по крупицам, поверстно буквально восстановить нашу историю, восстановить нашу географию, восстановить нашу культурную память. Большое спасибо. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии был известный картограф, этнограф Гизат Табулдин. Я хотел бы, Арман, еще раз вас поблагодарить и подарить коллективный труд, посвященный 750-летию Улуса Джучи, Хан Джучи, Великая Степь. Это коллективный труд казахских и российских ученых. Это вам и вашему коллективу. Большое спасибо. Вам большое спасибо. Обязательно расскажем об этом нашим читателям. Спасибо. Спасибо.